Иногда с нами происходят события, которые кажутся нам совершенно невероятными, и каждое само по себе, оно вроде бы легко объяснимо и ничего странного, но когда происходит череда таких событий, кажется уже что-то невероятное. Это примерно то же самое, как в фильме «Матрица». Вы помните, Нео, когда, ну такой программист самый обычный, но он такой замороченный весь, и значит там что-то им плохо спится, потом он садится за компьютер, набирает что-то на клавиатуре и видит надпись «Следуя за белым кроликом», он ничего не понимает. Ладно, думает, надо расслабиться, идет на дискотеку, и там встречает какую-то компанию, и у девушки на плече видит татуировку «Белый кролик». Он понимает, что вот неспроста он следует за этой компанией, за этой девушкой, там какая-то погоня, все, его спасает Тринити, и в конце концов он попадает в какой-то другой мир абсолютно, и где ему говорят «Ты избранный». И примерно такая же ситуация произошла недавно со мной, и я не могу понять, что же это было. Ну, то же самое, череда абсолютно каких-то непонятных событий, за которыми, которые просто увлекли меня, я просто был лишен воли к сопротивлению, я просто шел по этим событиям, кто-то меня ввел, и какой-то непонятной цели, но в роли Тринити ко мне пришел почему-то обычный узбек на рынке, и почему-то не работали банкоматы. Почему? Что? Как это объяснить? Я не понимаю. Главный вопрос для меня остался – почему не работали банкоматы? Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, объясняю все по порядку. Смотрите, я технарь, да, и я заморочен со всякими вот техническими штучками, и в том числе с биржей, я много времени провожу за компьютером, да, и у меня бывают хорошие дни, как и у всех бывают плохие дни, и однажды я вдруг загрустил что-то и стал думать, что-то все не так, и в такие дни хочется сделать себе что-нибудь приятное, какой-нибудь подарок, и я решил посмотреть на свой микрофон, диктофон, то есть он верой и правдой служил мне долгие годы, но в последнее время он меня начал немножечко раздражать, потому что, ну, что-то вот, когда включаешь, смотрите, какая мелочь, когда включаешь, надо два раза нажать на кнопку, причем в определенный момент там приходит меню, там либо USB, либо аудио, я должен в тот момент, когда аудио, нажать на эту кнопку, это меня немножечко раздражало, с одной стороны, с другой стороны, здесь порт USB, который устарел давно, и все, это все проблемы, он работает безупречно, дает шикарный звук, и все хорошо, и мне вдруг захотелось, думаю, дай посмотрю, что есть из новых устройств от компании Zoom, какая следующая генерация, я захожу на сайт, и, ну, смотрю, Zoom, сайт компании Zoom, потому что, ну, мне все это очень нравится, сначала я зашел туда, чтобы скачать, может быть, там новое обновление драйверов, может быть, что-то там есть, но драйверов не оказалось, оказалось, что эта модель снята уже с производства, но неудивительно, потому что там и порт USB старый, и все такое прочее, и я стал смотреть, какие же новые устройства там есть, и я обнаружу, что следующая модель, которая пришла на замену вот этой вот, это Zoom H1N, который, ну, практически такой же, как и это, стоит 11 тысяч рублей, дает то же самое качество, но, правда, у него, вот, нет этих недостатков, которые есть, ну, грубо говоря, USB, другой порт, и другой драйвер, и все, 11 тысяч, ну, я что-то подумал, ну, как-то странно, как бы, ну, а дай попробую посмотреть, что там дальше, я смотрю дальше, следующая модель диктофона, это диктофон с четырьмя входными каналами, с четырьмя уровнями, ну, там регулируется каждый из этих каналов отдельно, ну, дело в том, что компания Zoom предназначена для музыкантов, и там, значит, там к одному каналу подсоединяется, там, соло, другому, там, бас-гитара какая-нибудь, там, к третьему микрофон, и, значит, все это вместе микшируется, то есть, четыре канала, и он стоит уже 19 тысяч рублей, вот, я думаю, ну, вроде как, нафиг мне нужно, ну, разве что интервью снимать, там, два канала, потому что два, как бы, собеседника, ну, не настолько мне это нужно, чтобы за 19 тысяч покупать этот микрофон, и я посмотрел, что следующее, и обнаруживаю, следующее, что компания Zoom решила скрестить непревзойденное качество звука и видео, и они выпустили какую-то, значит, камеру, какую-то смешную, она, поначалу мне показалась похожей на какого-то крокодила, что, сказать, какой-то сумасшедший мог только сделать такое, потому что она, ну, просто безумно уродливая, на первый взгляд кажется, миниатюрная, страшная, но при этом, значит, по отзывам, значит, там великолепный звук, 4К видео, и все шикарно, и я что-то, ну, посмотрел, подумал, и все, и я забыл, но какое-то время, но мысль-то зародилась, и я постоянно к ней возвращался, я думаю, блин, ну, вроде как и не такая уж, она уродливая, и может быть нужно, и потом я подумал, что когда я снимаю интервью, там нужно снимать на 3 камеры одновременно, одна камера смотрит на одного собеседника, другая на другого, третий общий план, у меня 2 камеры есть, одна общий план снимет, шикарно, это, ну, рыбий глаз, вот, вторая камера, очень хорошая, качественная, ну, и нужна третья камера, 4К, с хорошим звуком, я думаю, вот, как бы, да, и я начинаю возвращаться к этой мысли, раз за разом, раз за разом, и потихонечку меня кто-то, как бы, подталкивает, к этой камере новой, и я начинаю заходить и думаю, так, сколько она стоит, она стоит 21695 рублей, в принципе, срочно она мне не нужна, но мысль-то идет, и я думаю, так, отдай-ка я посмотрю, а сколько она стоит в Алиэкспресс, и вы знаете, эта камера, она всюду стоит одинаково, 21695 рублей, потому что эта камера новая, никаких аналогов нет, никто до этого ужаса не догадался, то есть, ее никто не подделывает, то есть, аналогов китайских нет, это японская камера, с великолепным звуком, и я постоянно возвращаюсь к видео, которые посвящены этой камере, и постоянно меня вот кто-то подталкивает к этой, ты должен ее купить, ты должен ее купить, и вот на днях я захожу, снова посмотреть цены, я уже включаю эту камеру, включаю поиск, и ничего не изменилось, всюду цены 21695 рублей, но вдруг, один магазин продает ее почему-то за 18 тысяч рублей, я ничего не могу понять, то есть, один магазин выскакивает мне 18 тысяч рублей, и это магазин пульт.ру, я думаю, ну, вроде известный магазин, что-то здесь не так, здесь что-то не так, здесь явно какой-то есть подвох, наверное, и, значит, я захожу в этот магазин, смотрю, да нет, все, 18 тысяч рублей, но я думаю, ну, так не может быть, чтобы всюду камера стоит одинаково, здесь что-то здесь не так, что-то здесь не так, и я захожу, ну, понятно, что, скорее всего, думаю я, просто они забыли, как бы поставить новую цену, и все, вот, все проблемы решатся, сейчас, вот я сейчас, вот я ее ткну, и все, я просто закажу, и мне позвонят, и скажут, ну, как обычно, ну, как часто это бывает в магазинах, интернет, то есть, когда есть заказ, он побежал, значит, смотреть, есть ли товар в наличии, значит, у кого-то он перекупщик, вот, он обнаружит, что этого товара нет, звонит и говорит, что, ой, извините, значит, выяснилось, что партия распродана, а вот новая партия стоит немножечко дороже, поэтому я ничем не рискую, я, значит, ввожу этот заказ, говорю, да, купить, все, значит, там, и я думаю, что, может быть, там есть, это фишинговый сайт, может быть, они хотят выведать у меня данные моей карты, по-моему, ни за что они будут давать карты, а он ее, не спрашивает, он говорит, что оплата при доставке, и вы ничем не рискуете, действительно, я ничем не рискую, я нажимаю на кнопку купить, и все, и у меня тут же письмо появляется, что, здравствуйте, вы сделали заказ, на e-mail, вы сделали заказ, на камеру, ну, хорошо, и я, значит, это было вечером, я жду утра, потому что утром должен позвонить молодой человек, и сообщить, что, извините, товара нет на складе, и я, значит, похихикаю, что, вот, значит, чудес не бывает, наступает утро, у меня раздается звонок, молодой человек представляется, говорит, здравствуйте, я из магазина пульт.ру, у нас есть заказ от вас, значит, на камеру, Zoom Q2N 4K, все верно? Я говорю, да, он говорит, вы подтверждаете этот заказ? Это для меня неожиданность, я говорю, ну, да, и он говорит, хорошо, я отдаю заказ в доставку, ждите письма, на доставку идет дня 3-4, я такой, я не понял, что это было, как это, как так может быть, что всюду 21-695, здесь 18 тысяч, то есть на 20% дешевле, ну, там еще доставка плюс 150 рублей, это не так важно, через СДЭК, я не понимаю, где-то подвох, думаю я, и, значит, что дальше происходит? На следующий день мне приходит письмо на e-mail, ваш заказ передан в службу доставки СДЭК, вы можете отследить его по номеру такому-то, я захожу в СДЭК, ввожу этот номер, действительно, этот заказ существует, он идет из Москвы в Обнинск, и все, он в пути, я ничего не понимаю, и я жду с нетерпением трех дней, у которых думаю, ну, что-то здесь не так, то есть, может быть, она какая-то бушная, может быть, там что-то, она не рабочая, может быть, старая модель, я посмотрел, старая модель, не может быть, потому что эта камера только-только начала выпускаться, и проходит три дня, он все еще в пути, значит, и на день позже, вечером, буквально без 10-18, так сказать, 8 часов закрывается пункт СДЭК, мне приходит сообщение, нет, без 20, о том, что ваш заказ доставлен, я бегу, значит, еду в СДЭК, девушка совершенно спокойно, значит, вбивает мой номер, да, достает эту посылочку, говорит, на, оплачивай, 18 150 рублей, я их оплачиваю, вскрываю при девушке посылку, там действительно лежит камера, упакованная, абсолютно новая, в блистере, и никакого подвоха, и написано, что я могу, ну, поменять что-то, и там какая-то дисконтная карточка, я ничего не понимаю, я иду домой, включаю камеру, все работает, я начинаю ее испытывать, все работает, все хорошо работает, и, ну, вроде бы, ну, ну, все можно объяснить, на самом деле, то есть, какая-то рекламная акция, ну, магазин, интернет-магазин, решил продать ее на 20% дешевле, и просто меня подловили, потому что эта покупка у меня была не запланирована, у меня запланировано было на этот месяц импланты для жены, это очень дорого, и я не знал просто, где взять деньги, а тут еще вот эта камера 20, вернее 18 тысяч рублей сверху, и денег у меня нет, и что происходит дальше, а дальше происходит нечто просто мистическое, здесь я еще как-то могу понять, здесь я еще как-то могу что-то объяснить, но дальше я вообще ничего не могу объяснить, я включаю эту камеру, и, ну, как бы там требуется воткнуть микро-SD карту, я ее втыкаю, ну, у меня была микро-SD карта, там, я вынул ее откуда-то из того же, насколько я помню, диктофона, и, ну, это хорошая SD карта была, все, но камера ругается, она говорит, что это SD карта неподходящего типа, и давай мы ее отформатируем, ну, действительно, эта карта подходит для диктофона, потому что там, ну, то есть, это хорошая карта, все нормально, но, я недавно выяснил, что SD карты бывают разного типа, и этот разный тип зависит от скорости, то есть, от скорости все зависит, записи, и видео 4К, естественно, это огромный поток, то есть, файлы там тяжелые, и понятно, что там требуется карта с высокой скоростью записи, потому что, ну, это логично, это естественно, и в инструкции это написано, и камера мне постоянно говорит, ты должен купить хорошую карту, ты должен купить хорошую карту SD XC, это скоростная карта, и я думаю, блин, у меня уже денег нет здесь, значит, там на зубы ушли деньги, значит, на камеру ушли, думаю, но я куплю ее попозже, и жена посылает меня в магазин, да, я хожу, испытываю эту камеру, мне все нравится, вообще все нравится, единственное, что, ну, я думаю, вдруг я как-нибудь не на ту кнопку нажму, я отформатирую карту, в общем, сказать, которая ни в чем не повинна, и жена посылает меня в магазин, там целый список огромный, в несколько магазинов, и я иду, значит, сначала в один магазин трачу деньги, в другой деньги на исходе, у меня вот практически деньги на полном исходе, и я иду на рынок, я захожу на рынок, там что-то мне надо купить, я покупаю то, что мне надо, и там есть отдел, который продает, ну, всякие прибамбасы для фото, значит, там всякие аккумуляторчики, батарейки, и в том числе SD-карты, я подхожу к этому отделу, посмотреть, просто посмотреть, прицениться, сколько стоит SD-карта, просто ее потрогать, и когда ты чего-то хочешь, это надо визуализировать, надо его потрогать, и тогда, ну, непонятно откуда, но эта мечта сбудется, такое бывало со мной не раз, и не два, и я смотрю на карты, я смотрю, все они HC, 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 и есть одна карта, ну, там, XC, и она стоит 2448 рублей, и продавщица на меня смотрит внимательно, и говорит, что тебя интересует, я говорю, ну, SD-карта, microSD-XC, она такая, говорит, ну, я не знаю, какая разница, вот у меня карты, смотри, какие есть, говорит, что такое XC, чем она отличается, а я, говорит, не знаю, вот, но, я-то знаю, что мне надо, и я ей пытаюсь объяснить, ну, 2448 рублей, я говорю, да нет, я просто так подошел, посмотреть, и просто, сколько она стоит, ничего больше, и тут откуда-то возникает узбек, он подходит ко мне с каким-то странным взглядом, смотрит на меня, и говорит, пять тысяч, я говорю, что? он показывает, пять тысяч, они торчат, из щели прилавка, и, ну, кто-то, видать, потерял, и я думаю, что, ну, впоследствии уже, когда я подумал, что этот узбек, он нашел эти пять тысяч, но, он не решился их взять, и он подумал, что кто-то, наверное, потерял, и он просто их поднял, и воткнул в эту щель, просто, чтобы кто-то пришел, тот, кто потерял, и он не знал, что делать, и вот он подошел ко мне, и говорит, пять тысяч, и, судя по всему, продавщица знала, что вот эти пять тысяч здесь, а я их не заметил сразу, он мне показывает, вот пять тысяч, я смотрю на эти пять тысяч, и ничего не понимаю, я понимаю, что это кто-то посылает мне сигнал, что вот тебе пять тысяч, ты хотел карту, возьми ее, я беру в руки, эту купюру, пять тысяч, думаю, ну, наверное, она фальшивая, здесь где-то подвох, здесь, ну, так не может быть, что сначала камера, мне достается, дешевле, чем обычно, и тут вдруг, вот, меня толкают, просто говорят, ты должен взять эту карту, не эту карту, а вот, вот тебе деньги на эту карту, я, значит, беру эту купюру в пять тысяч рублей, думаю, может быть, она фальшивая, она шуршит, и я смотрю, нет, по всем признакам, она настоящая, и я ее беру, просто ничего не понимая, буквально, понимаете, я понимаю, что это знак, что эта купюра предназначена была не узбеку, не этой продавщице, она была предназначена именно мне, я ее складываю и кладу в карман. У узбека и у продавщицы выражение лица такое, «А что, так можно было?» И я с улыбкой поворачиваюсь, я ничего не понимаю и ухожу. И я думаю, что же это было, действительно, что, о чем это говорит, этот знак, я просто как-то, ну, машинально поворачиваюсь, сажусь в машину и, размышляя, еду в гипермаркет. И я думаю, так, давай я проверю все-таки, может быть, действительно, что-то здесь не так, эта купюра должна быть фальшивая. И я еду в гипермаркет и засовываю карточку в тот самый банкомат, в котором я, ну, постоянно пользуюсь. Это банкомат банка открытия. Значит, я там вносил деньги и забирал деньги постоянно, регулярно. Я втыкаю карточку, ввожу пин-код и банкомат работает, но пункт меню внести деньги или пополнить неактивных. Тут я вообще ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Ну, я думаю, хорошо, ладно, я тогда пойду и попробую положить эту купюру в банк Тиньков. У меня есть карточка Тиньков, тут есть банкомат Тиньков, я положу ее в Тиньков, он моментально все это прочитает, положит, я пополню карточку открытия, дело в том, что у открытия у меня 3% кэшбэка, потому что я VIP-клиент и, конечно, я плачу карточкой открытия. Соответственно, я иду к банкомату Тиньков, а там надпись «Ближайший банкомат там-то, этот временно не работает». Я вообще ничего не понимаю, думаю, что это значит. И я машинально иду в салон МТС и думаю, да, я посмотрю там, захожу просто, посмотрю там эту карточку микро-СД, я захожу туда, и в салоне там, ну, там 3 оператора, они все заняты, и как только я туда захожу, один из них, главный оператор, вдруг освобождается, каким-то таинственным образом исчезает клиент, который был у него, он смотрит вопросительно меня и говорит, что тебе? Я говорю, карта, микро-СД, XC, он на меня смотрит, как на сумасшедшего и говорит, есть такая, а для чего она тебе? я говорю, как для чего? Камеру, он говорит, ну, ты знаешь, что эти карты предназначены только для, видеокамер, потому что они очень дорогие, поэтому, потому что они там дают высокую скорость передачи информации, что они там американские, поэтому они такие дорогие, ты, поэтому, не переживай так сильно, и более того, значит, там, ну, то есть, они именно для, для камер, тебя какая камера, говорит он, я говорю, ну, как бы, камера, он говорит, там, это для GoPro, там, для каких-нибудь, для таких вот, ну, что-то такого, типа, крутого, вот, я говорю, ну, у меня не GoPro, у меня еще круче, он говорит, ну, тогда да, говорит он, и он набирает там, в базе данных, и эта карта стоит 2400 рублей, то есть, на 2% ниже, чем на рынке китайская, а эта карта американская, он говорит, что на эту карту дается 5 лет гарантии, и есть 2 карты, одна там 64 гигабайта, другая 32 гигабайта, 32 гигабайта стоит 1400 рублей, и я говорю, ну, 64 мне пока не надо, я думаю, 32 мне вполне сойдет, давай 32 гигабайта, он говорит, ну, хорошо, значит, как будешь платить, у меня в кармане, это купюра в 5000 рублей, и карточка, и по карточке, я уже сказал, 3% кэшбэка, но на карточке, деньги на исходе, там, совсем-совсем, и я понимаю, что денег может быть не хватить, я говорю, карточкой, он набирает сумму, я прикладываю к терминалу, ввожу пин-код, и оказывается, что на карточке, есть деньги, на эту карту, ну, практически ровно, 1400 рублей, там остаются совсем какие-то гроши, он мне вручает эту карточку, говорит, на нее гарантия 5 лет, это американская фирма, значит, она вот именно на эту карточку, дает гарантию 5 лет, я говорю, а в чем заключается гарантия, он говорит, приносишь к нам эту карточку, и мы тебе ее меняем на новую, если она вдруг издохнет, я говорю, а чек, он говорит, можно без чека, ну, я говорю, ну, раз по карточке, я могу восстановить операцию, он говорит, ну, да, и мы расходимся, ну, что произошло дальше, ну, дальше я поехал просто в банк открытия, там какие-то новые попсовые банкоматы, значит, там вообще непонятные, я воткнул туда свою карточку, а там пункт меню, пополнить, есть, я нажал пополнить, открылось какое-то окошечко, я туда засунул эту пятитысячную купюру, банкомат с Хавел, и говорит, пополнить, я говорю, да, пять тысяч, все нормально, нажал кнопочку, денежки упали на счет, и ничего не произошло, все хорошо, я взял эту карточку, пошел в магазин, купил то, что мне осталось, и остался просто безумление, что же это было, я до сих пор не могу понять, как могло такое случиться, вот такое стечение обстоятельств, кто меня подталкивал ко всему этому, почему, и самый большой вопрос для меня, это почему не работали одновременно два банкомата, то есть смотрите, мне захотелось эту камеру очень сильно, потом значит обнаруживается вдруг какой-то один единственный магазин, который на 20% говорит, купи ее, она на 20% дешевле, он понимает на что нажать, я ввожу, так сказать, как бы жду подвоха, подвоха нет, они мне ее присылают, я ее получаю, значит камера говорит, что карта не та, я иду покупать карту, денег нет, возникает узбек, который говорит, вот они деньги, и единственный вопрос, опять же, почему не работали два банкомата, такое тоже бывает крайне редко, ну я долго думал, на самом деле я решил, что, ну наверное эти 5000 достались мне все-таки как-то странным образом, и я решил, что возможно это знак того, что, ну наверное, надо как-то поблагодарить вселенную, что ли, то есть я решил, что, ну я регулярно делаю взносы, благотворительный фонд, подари жизнь, обычно это по 1000 дел, и я решил, что я переведу на этот раз, в подари жизнь 3000, из этих денег, потому что, ну надо благодарить вселенную за то, что, ну за такую удачу, вот такая история произошла недавно, сам, да, это как бы еще не совсем все, потому что на следующий буквально день, на бирже, я просто недоумевал, что происходит, то есть нефть падает, а индекс РТС не падает, я поставил на падение, и я долго ждал, и на следующий день, это падение произошло, и я заработал 49 тысяч, но подробнее об этом, я расскажу в следующем видео, а на сегодня все, спасибо за внимание, поставьте пожалуйста лайк, напишите, что вы думаете по этому поводу, и до встречи, с вами был Демятков Юрий.